Друзья, всем привет! В эфире еженедельные новости. Я сначала хочу поздравить всех с Пасхой, потому что у нас была длинная пасхальная неделя. И я обожралась, объелась. Может быть, слово «обожралась» кому не понравится, потому что писали такие комментарии. Тебе, кстати, замечания сделали. Слова плохие употребляете. Жрать. Между прочим, жрать можно говорить по нормам русского языка, а вот кушать нельзя. Поэтому я переела куличей. Мне кажется, я просто на 90% из куличей состою сейчас. Я вот весь год нормально отношусь к булочкам. Ну скажи же, я же булочки не так часто покупаю. Да, да. Вот шоколадки могу, да, булки нормально. Но на Пасху почему-то у меня какой-то портал просто в куличи открывается, и я прям вот их ем на обед, на завтрак и на ужин. То есть вообще я могу целый день, если они у куличи. Вот ты не дашь соврать, да? Да, да. На завтрак, обед и ужин Юля пытается исключительно куличами. Она напекла себе в последний момент огромную партию и просто... Вкусные! Я съел парочку буквально, а она съел всё остальное. Вот, короче, я прям рада, что пасхальная неделя закончилась. У меня там последний верхушка от кулича лежит. Я сейчас доем, и всё, и всё. Вот, надеюсь, что вы не объелись, и с вами всё в порядке. У меня лично была такая история, то, что в детстве я психанул и объелся яиц. В варёных. Да, в варёных яиц мне было очень плохо, учитывая, что... Но в ту пору, ещё в раннем детстве, получается, я узнал то, что тяжёлую пищу нельзя есть в больших количествах. У меня, например, вот у меня недавно болел живот, я пошла к какому-то суперкрутому гастроэнтерологу. Я думала, что у меня там вообще что-то страшное случилось, потому что мне было очень больно. Оказалось, что у меня всё в порядке, у меня там какой-то с кишечником какая-то история. И я пыталась выяснить на какой-то продукт, и я пришла к выводу, что это, блин, из-за руколы. То есть мясо я ем, говядину, стейк, там, три дня подряд нормально всё. Что-то ещё ем тяжёлое тоже нормально. А вот руколы, если я поем, ну, вот там, допустим, горсть, у меня живот начинает болеть. Хотя, казалось бы, это как бы вот полезная история, да зелень нужно есть. Но не всю, и не всем, видимо. Это вот возвращаясь к моей прошлой теме, то, что всё для человека полезно и всё вредно. Да. То, что кому-то что-то полезно, а кому-то это же самое и вредно. Ну что, друзья, надеюсь, что у наших подписчиков ни у кого после Пасхи животики не болели, а мы переходим к новостям. Саратовцев удивило печенье с пивом. Пользователи ВКонтакте в местную городскую группу выложили фото с печеньем. Ничего необычного, в принципе, кроме состава. Состав. Зачитываю. Мука, сахар, маргарин, пиво и арахис. А вы что, по-другому печенье делаете, что ли? Кстати, печенье ещё по ГОСТу. По ГОСТу, да. Вот, да, мы, кстати, посмотрели. ГОСТ такой реально есть, но пиво там в составе что-то не было. Я не нашла. Но мне кажется, на самом деле, что они просто накосячили суставом или хотели его улучшить как-то. Пользователи, кстати, там в комментариях предположили, что пиво могло попасть в состав вместо дрожжей. Меня вот Женя спросил, могло ли такое быть. Я, конечно, не технолог и не пекарь, но мне кажется, что хлебопекарные дрожжи перепутать с пивом, как-то это очень странно. Ну, это не знаю. Как это случилось, это вопрос. Детям такое печенье, наверное, лучше всё-таки не давать. И снова про пиво. В Испании начали выращивать гидропонный хмель. Он спасёт пиво от изменения климата. Короче, что бы ни случилось, ледниковый период или там какое-то глобальное потепление, главное, чтобы пиво не пострадало. Экология – это такой модный тренд. Многие компании следуют этому тренду и часто злоупотребляют. Ну, то есть хайпят на этой теме. Потребители не дураки совсем. Они понимают, что что-то тут не то. Им это не нравится. И даже появился такой термин «гринвошинг». Знаешь, что обозначает? Отмывание зелени. Ну, почти. Ну, то есть это зелёный пиар, недобросовестный. Ну, например, когда компании говорят, там, приносите к нам пластиковые пакеты или там одежду на переработку, мы там, значит, переработаем, потому что мы такие правильные, хорошие, зелёные. У нас всё там с экологией хорошо, мы о ней думаем, заботимся о планете. А по факту мы приносим эти пластиковые пакеты там в какой-то магазин, а они после этого, ну, как бы её тоже выбрасывают, на ту же мусорку, на которую выбросили бы мы. То есть у них мощности и возможности переработать пластик или там одежду нет. И они как бы просто вот собирают, а дальше-то не подумали, что делать. То есть говорят об экологии, но по факту ничего полезного не делают. Вот это называется «гринвошинг». Короче, об экологии заботиться правда нужно, но это нужно делать на самом деле, а не для ради какого-то пиара. Они собрали топ-менеджмент, директора там или кто у них есть, и говорят, как нам снизить расходы на производство пива и вообще увеличить эффективность. Вскакивает один там из агрономов и инженеров, которому за эту разработку вообще такую премию дала. Вскакивает такой, говорит, надо внедрять гидропонные системы. Ребят, трости у нас всё будет как на дрожжах, будем экономить и всё такое. Тут просыпается маркетолог, говорит, ну и это мы вообще сейчас всему миру расскажем, какие мы тут молодцы. Вообще планету спасаем, блин, вот бережём и так далее. Короче, они хотели заработать денег, просто развернули это так, чтобы это выглядело красиво для потребителей. Мы такие молодцы, а планете заботимся. Такая версия. Да, и вот, кстати, цитата директора интересная. Наша миссия – спасти мировое пиво, сказала директор компании Инесс Саграрио. Парам-парам-пам. Суд в Красноярске обязал сеть Йоби-да-Йоби снилить название. Есть у нас в России сеть доставки роллов с таким замечательным названием. Кстати, погуглила, они у нас есть в Ульяновске. Оказывается, я даже не знала, я прям удивилась. Ну и периодически, естественно, они сталкиваются с тем, что кому-то оно не нравится. Кто-то с ним постоянно судится, но с 2016 года они все равно с этим названием существуют как-то. И их главный аргумент – название с японского языка, внимание, переводится как «день недели суббота». Ну, мы как бы в России живем, почему вообще у нас японский язык «день недели суббота» в названии роллов вопрос. И в очередной раз на них подали в суд уже в Красноярске. Первый суд они проиграли, и по решению суда в течение трех месяцев они обязаны сменить название. Но ребята вот прям вообще максимально уверены в своей правоте, и они что делают? Подают апелляцию, естественно. Может быть, они и выиграют, но, видимо, юрист у них хороший, раз они до 23-го года не сменили до сих пор название, хотя их пытались заставить это сделать. Но это все-таки какой-то детский сад, ну честно. Есть такое направление, которое называется агрессивный маркетинг. В целом он хорошо работает, это достаточно весело и прикольно. Это цепляет на самом деле внимание аудитории, и как бы маркетологи, мне кажется, внутри компании тоже веселятся, в общем-то. Пользуясь агрессивным маркетингом, ты постоянно ходишь по тонкому льду. Я очень жду, когда у нас начнут наши бренды, заведения общепита, и вот все-все-все придумывать по-настоящему хорошие, креативные и нормальные названия, без каких-то там матных слов на грани шуток. Сейчас так вообще вкусно и точка портал в ад открыли. Короче, мы желаем удачи и развития бизнеса Йоби-да-Йоби. Я надеюсь, у них вкусные роллы, ну, наверное, надо попробовать, кстати говоря. Но все-таки бы хотелось видеть их другим названием, лично мне. Вот, кстати, скажите вам как? Вам нравится их название, вот это вот интересное, креативное? Или вы тоже выступаете за то, чтобы бизнес назывался как-то посерьезнее? Стало известно, что подавали на стол Си Цзиньпину в Москве. К нам в Россию в конце марта приезжал председатель Китайской Народной Республики. Я думаю, что это ни для кого не секрет, это просто во всех новостях уже обсуждалось. И вы, конечно же, об этом знаете, но нас-то волнует, что он поел. Почему? Потому что на официальных приемах, как правило, на таком тем более уровне, еда что-то символизирует. То есть это всегда что-то большее, чем просто еда. Сейчас я вам зачитаю меню, чем кормили Си Цзиньпина. Закуска из дальневосточных морепродуктов, которая должна заблизить Россию и Китай. Блинчики с перепелкой и грибами. Что, как вы думаете, должны показать блинчики с перепелкой и грибами? Они должны показать нашу приверженность национальным традициям. Алина на столе намекала на экономическое сотрудничество. На десерт был щербет из граната, который символизировал полодородие, изобилие, многочисленное потомство и счастливое будущее. Вот эти заморочки, это, мне кажется, уже какая-то устаревшаяся история. Вообще я здесь с тобой не соглашусь, потому что на государственных приемах это на уровне дипломатии. То есть там еда вообще не просто еда. Тем более в истории с Китаем, потому что китайцы максимально заточены на символах и на традициях. У них культура такая. Вот я сейчас вспомнила историю про Гагарина. Как Гагарин, когда он у нас из космоса вернулся, он, значит, поехал по всему миру на гастролями. Ну, все хотели, потому что первого космонавта, да, лично увидеть. Все хотели первого космонавта. А получил его только Россию. Он, кстати, был симпатичный, может быть, всякое. Но его, в общем, звали на всякие максимально там крутые, максимально высокие приемы. В том числе он был на приеме у английской королевы британской. И вот там принесли чай. Ну, много было блюд, и принесли чай с лимоном. И Гагарин такой, ну, вот что, как дома все? Что? Берет ложку чайную и лимон съедает. И там даже есть, по-моему, фотография людей, которые вокруг стоят. Они такие, что вообще происходит? В шоке. Ну, дело в том, что у королевской семьи в Англии там максимально строгие протоколы, которые там веками, мне кажется, не меняются. Они, например, цвета всякие на каждый прием свой цвет. Цвета, которые нельзя надеть. Там определенная длина юбки, определенная длина там рукавов. Ну, куча-куча всего. И они прям живут этими протоколами. Брендбук у них прописан прямо-то да. Да-да-да. До сих пор причем. Вот. И когда, естественно, Гагарин съел этот лимон, там просто все такие, что делать? Ну, ступор, что они не знают. Ну, как бы обычно люди, которые на такие приемы попадают, они знакомы с протоколом. Ну, ему то ли времени не было, то ли как бы, ну, не знаю. Ну, что делает королева английская? Она как бы, ну, она знает, что если человек в плохое, какое-то смешное положение попал, ему нужно спасти. Она берет тоже ложку, лимон съедает и говорит, ну, все, значит, пьем чай по-гагарински. И, соответственно, все, кто за столом, им тоже пришлось есть лимон, даже если они этого не хотели. Мудрая женщина. Да-да-да. И с тех пор говорят то, что чай с лимоном называют там за границей русский чай или чай по-гагарински. Вот такие высокие приемы. Это на грани дипломатии. Это не просто посидеть там, поесть и разойтись. Вот. Для фотки в Инстаграме, короче, это все делается. Да-да-да. Все понятно. Ой, топ. Это слово нельзя говорить. Мы сейчас тут это напишем, что это запрещенное в России. Вообще забудь это слово на ближайшие несколько лет, непроизносимо никогда. Какое? Какое. В сыре некоторых белорусских поставщиков выявили говяжий жир. Естественно, у нас сейчас в России приходят разные всякие бренды, которые мы раньше не знали, которых раньше было меньше сильно. Естественно, весь этот объем продукции нужно контролировать, чем наш Россельхознадзор и занимается, за что им большое спасибо. И вот в белорусском сыре нашли говяжий жир, которого там в принципе не должно быть вообще. Ну как, откуда, да, в сыре и вообще говядину. Ну что это такое? Сыр с говядиной. Сыр с говядиной. К примеру, полутвердый копченый сыр ОАО Туровский молочный комбинат на 26 с лишним процентов был заменен говяжьим жиром. Мягкий сливочный сыр на 29,1 процент. А в полутвердом сыре цеха по производству сыров ОАО Бабушкина Крынка говяжьи жиры замещают 30 процентов молочных. То есть это не в одном каком-то, не в одного какого-то производителя вошли, а прямо у нескольких. То есть это нормальная такая практика у них сложилась. Партию всю эту завернули, развернули, отправили обратно. И теперь белорусские производители выясняют, как он туда попал, что с этим делать. И, наверное, думают, как это обойти. Но обойти вряд ли получится, потому что у нас лабораторные испытания хорошо проводят. То есть его прямо почувствуешь. Звучит ли вкусно? Когда добавляют там капелюсичку чего-нибудь такого, запретного. И ты этого особо не чувствуешь. Ну, бывают же продукты, у которых состав – это прям несколько томов можно. Да. Вообще у нас в России на самом деле довольно пристально следят за продуктом питания. Я очень часто, так как мы кулинарный блок снимаем рецепты, очень часто слышу, вижу в комментариях, что там вот в магазинах покупать нельзя, в магазинах там плохое качество, отрава и так далее. Я не согласна с этим мнением, потому что реально у нас органы, не знаю, кто там этим занимается, но вот, например, Россельхознадзор, Роскачество, они постоянно проводят всякие лабораторные исследования, какие-то случайные тесты делают, постоянно контролируют производство. То есть сейчас вот посмотришь, мы вот были в декабре, например, на производстве посуды. Это, конечно, не продукты питания, но там прям все четенько, ну, как бы все красиво, чисто и прекрасно. Я надеюсь, что на производствах продуктов питания тоже такая же история. И вот спасибо нашим органам надзора, что они за этим следят, и мы не боимся покупать еду в магазинах. На тех производствах, на которых мы были, правда, продуктовые производства, правда, все чистенько, аккуратненько. Вот я вспомнила просто историю, у нас Волжанка, мы в Ульянской области живем, у нас есть прекрасная просто вода, она в Москве даже продает, даже в Москве. Мы приезжаем на заправку вот в этом селе, где скважина находится, и видим то, что там маленькие такие бутылочки, они все с QR-кодами. Вот на молочке сейчас такие же QR-коды. И, получается, продавец должен каждую бутылочку пикнуть. А мы берем там, сколько их штук, наверное, 20 лишних. Да, маленьких. Сильно больше. Ну, короче, ну, сколько там они, 0,25 вот эти вот бутылочки? Ну, по пол-литрам я беру в машину по два ящика, это по 20, что ли? Ну, короче, если раньше продавец мог взять такой, так, один раз отсканировал штрих-код и ввести там 20 штук, то сейчас он обязан каждую пропикивать. И он это, значит, делает, и такой, вот, тут придумали что-то, вот опять, вот тут, значит, надо. Вот раньше было, как нормально там ввел, все. А тут вот каждую мы спрашиваем, а что? Ну, вот там какая-то, я не помню, как называется, но что-то типа Меркурия. То есть это контроль за каждым этапом производства и реализации продукции. То есть там со скважины набрали воду, они там QR-код этот пикнули, ну, как сказать, пикнули. Пробили. Да, потом они ее отгрузили в машину, пробили, привезли в магазин, пробили. И вот когда там покупатель покупает, тоже пробивается. То есть видно все этапы производства. Это помогает бороться очень хорошо с контрафактом. Соответственно, качество продукции тоже остается на контроле. Это, мне кажется, очень-очень хорошая история. Ну, вот, кстати, воду, мне кажется, правильно, что решили отслеживать, потому что... Конечно. Там же вообще какой-то черный рынок, на самом деле. Но я имею в виду то, что воду... Все же хотят продавать воду. Да, набрал из-под крана, дай, продавай. И в большинстве случаев, правда же, там, ну, читаешь, и правда, она из-под крана. Да-да-да-да-да. Молодцы. Поехали дальше. В Госдуме призвали ограничить цены на ряд продуктов в аэропортах и на вокзалах. Хочется сказать, ну, наконец-то, но рано радоваться, потому что это всего лишь инициатива одного депутата или там группы депутатов, я не знаю точно, но уже хорошо, что кто-то об этом заговорил, потому что, ребята, цены в аэропортах, ну, на вокзалах просто я редко бываю, но в аэропортах цены, но это прям вообще что-то прям на грани безумия, мне кажется. Причем, если, допустим, в Шереметьево реально можно купить продукты там на 5% дороже или даже по такой же цене, но я просто там часто бываю, там есть, конечно, завышенные, но в целом там как-то, ну, приближенные к реальности, то, например, во Внуково бургер будет стоить не 400 рублей, как там, не знаю, в центре Москвы, например, а 800. Мне кажется, 800 бывает и дороже. Бывает и дороже. А бутылка воды будет стоить 200 и выше. И даже, ладно, там про Москву, окей, у нас Ульяновск, у нас один аэропорт, у нас население города там 600 с небольшим тысяч человек. И вот Волжанка, вот эта вода прекрасная, про которую я в предыдущей новости рассказывала, она у нас стоит, маленькая бутылочка, где-то рублей, наверное, ну, 30 пусть будет. В аэропорту ее продают за 100. Вот я покупаю, перед последствием много воды пью, я покупаю за 100 рублей. Мне деваться некуда, потому что я пронести ее не могу с собой. Ну, как бы, выкидываю же, да, ну, там, 200 миллилитров можно. Она 0,25. Вот незадача. И выхода просто нет, и приходится покупать воду, приходится покупать, там, что-то поесть, или, там, какие-то салфетки, не знаю, всякое разное. А кто с детьми летает, так это вообще ужас. И вот аэропорты как будто бы пользуются, да, вот этим-то, что ты не можешь там нигде больше купить, у тебя выхода нет. И тебе приходится. Продавцы в аэропортах, не аэропорты. Продавцы, да. Аэропорт-то сдает в аренду же, и там продавец уже просто развлекается как хочет. Но справедливости ради, бывают и такие, ну, там, не знаю, заведения или кафе, особенно вот в Шереметьево сейчас все перестраивается. Я сказала про Шереметьево, что там приятно. Все, молчу-то. В Шереметьево, ну, там, где я была, там, как бы, адекватный ценник был. Вот. А вообще, конечно, да, понятно, что ценообразование – это не какая-то там прихоть наша, то есть мы не можем сказать продавцу, что это воду тут не по 30 рублей продаешь, а она вообще 15 стоит. Ну, нет, конечно, там, как бы много всего, там, сам продукт, логистика, не знаю, там, электричество, какие-то фильтры, которые, там, воду эту обрабатывают, тара, наконец. Но все-таки, как бы, ну, наверное, цена на грани разумного должна оставаться, и в аэропортах она реально куда-то вот в космос просто вечно стремится. И мне кажется, что так быть не должно. Шведская водка вернется в Россию. Водка Абсолют снова будет на полках российских магазинов. А я и не знал, что она не российская. Я, кстати, тоже. Ну, потому что мы не покупаем водку. И в этой же статье, кстати, было написано, что в Россию возобновятся поставки ликера «Игер Местер» и виски «Джонни Уолкер». Это очередное подтверждение тому, что бизнес – это про деньги, это не про политику. И, как бы, бизнес всегда придет туда, где есть спрос. Если есть спрос на водку, то водка будет. И бизнес очень хорошо умеет подстраиваться. Если ему нужно, он там найдет варианты, как вернуться туда, где ему было хорошо, тепло и где он деньги зарабатывал. Шведская водка Абсолют не вернется в Россию. Смешно. Новость сегодня буквально я увидела. Французский концерн Pernot Ricard объявил, что полностью остановят экспорт водки под брендом Абсолют в Россию из-за критики, с которой столкнулся после новостей о поставках. Не знаю, мне кажется, они там сейчас что-нибудь намутят. Ждем теперь новость Абсолют вернется в Россию под названием Абсолют по-русски, например. Абсолют. Да, или какую-то букву поменяют, и все, какую-нибудь фирму прокладку придумают и провезут через другую страну. Мне, знаешь, кажется, сейчас такая история с европейскими брендами, что они вот хайпят на этой теме. Ну, типа, мы сейчас скажем, что мы вернемся в Россию, и о нас заговорят, а то что-то про нас давно там в СМИ не писали. И вот все такие, как так вообще? Потом такие, да не, не, мы же слушаем свою аудиторию, нет, мы тогда не будем возвращаться. На самом деле у них там уже название написано, и логистические пути продуманы. Просто никто об этом не узнает, потому что название будет другое. А, возвращаемся. Нет, не возвращаемся. Нет, стоим. Открыть ворота. Закрыть ворота. Ну, то есть, понятное дело, что у всех по-разному, но в любом случае на рынок вернуться хотят все, это точно. Да. Хенкель Россия начала русифицировать бренды. Продолжение предыдущей новости про адаптацию бизнеса. Немецкий производитель Хенкель переводит название своих продуктов на русский язык. Ура, это случилось. Теперь Вернель, Персил и Брев будут Вернель, Персил и Брев. Вот и все. Отдельное спасибо, что они не стали придумывать новые креативные названия, типа порошок и точка, отбеливатель и точка, а просто сделали то, что нам уже привычно и знакомо, русскими, нашими родными, прекрасными буквами. Вот. Это то, о чем многие, кстати, просят. Почему у нас, ну, спрашивают частенько, там, про какой-то бренд рассказываешь. Как произносится? Не-не-не-не-не. Когда рассказываешь про какой-то российский бренд, одежда, например, люди такие, а почему вот они, классные вещи, все огонь, но почему они называются по-английски? Почему вот по-русски не назывались? Реально люди задаются таким вопросом. Понятно, что бренды почему так делают? Потому что они не только в России продаются, они там даже в Казахстан, если ушли, им уже нужно по-английски называться. Ну, потому что английский международный язык, нужно признать, он как бы никуда не делся пока. Когда русский будет международным, тогда он все будет по-русски называться. Когда? Заметьте, я сказала не если, а когда. Россиянка нашла черный жемчуг в мидиях из магазина. Ну, купила девушку, значит, в мидии поесть и чуть зуб не сломала, но расстроиться не успела, потому что смотрит, а там черный жемчуг. Вот, обрадовалась. Решила его оставить себе, сделать дочке кулон из этого жемчука. Вот не знаю, кстати, жалобу она написала или нет, но то, что в мидии жемчуг попался так. Не должно, наверное, такого быть, по идее, к хорошему. Нет? Не знаешь? Куда? Куда? Короче, обрадовалась, жемчуг себе оставила. У нее еще дочку зовут как-то у нее... А, Маргарита. С древнееврейского Маргарита переводится как «жемчужина». Вот, и теперь она, в общем, всем рассказывает о своей находке. Видимо, до новостей аж дошло. Вот так совпадение. Вот так совпадение. Ну, я бы тоже оставила, это же прикольно. Учитывая, что... Ну, на самом деле, не надо бежать в магазин и скупать все мидии, потому что, во-первых, черный жемчуг, он не представляет такой уж супербольшой ценности. Черный жемчуг. Не представляет такой большой ценности, не очень много стоит. И, во-вторых, такие случаи бывают крайне редко, потому что мидии нужно выращивать жемчужину 2-3 года. И просто очень сильно повезло, то, что именно эту мидию не выловили за это время, и она вот сумела вырастить жемчужину. А выращивают их, насколько вы знаете, на фермах. Это не какой-то там дикий улов. Ну, и, соответственно, на ферме просто пробултыхала 2-3 года, вырастила себе спокойно жемчужинку и принесла маргарите. Какая веселая история. Мне теперь жалко мидию. Представляешь, она ее выращивала 3 года, растила, а потом ее взяли и съели. Да ты на нее посмотри сразу, жалко перестань. Но мидия плох. Все мидии выглядят плохо. Это надо признать. Это хорошо выглядит, они кругленькие, ровненькие. Вы смотрите этот выпуск 23 апреля, а 24 апреля только 190 лет назад была изобретена в Америке газировка. Поэтому 24 апреля можно считать днем рождения газированной воды. Запатентовано же. Да. Ну, запатентовано, ну, как бы, если это день рождения, значит, вы придумали, правильно? По бумажкам, да. По бумажкам, да. Мы же официально все, поэтому мы ориентируемся, на бумажке. Ее изобрел Джозеф Присле, британский химик, богослов и философ. Какой разносторонний человек, изобрел газировку. Да. Химик, философ, богослов, это очень интересно, кстати. Он реально был разносторонний, постоянно занимался вообще разными абсолютно исследованиями. Уж не знаю, что там еще у него в жизни происходило, но исследования у него вот прям вообще максимально разных областей жизни и науки касались. Например, он исследования проводил в области химии и электричества и открыл, между прочим, кислород. А до этого люди чем дышали? Ну, по бумажкам опять же, да? Они дышали, но они не знали, как это называется, понимаешь? Вот, из чего это состоит. А потом он открыл кислород в воде в виде пузырьков. Да. И однажды на одной пивоварне он увидел, как красиво выделяются пузырьки воздуха в пиве. Ну, мужика заинтересовал, он же нормальный мужчина. Интересно, что за пузырьки такие? Вообще, как муха на потолке держится, да? Мне кажется, любой мужик когда-нибудь да залипал вот в эти вот пузырьки. Конечно, я сама залипаю с удовольствием, правда, в аквариуме обычно, в гостях. Ну, тут он понял, потом провел определенные опыты и понял, что это углекислый газ. И в 1767 году впервые изготовил первую бутылку газированной воды. А первая компания, которая догадалась использовать его вот это вот прекрасное изобретение в коммерческих целях. Угадайте, кто? Знаешь? Кока-кола. Кока-кола, конечно, да. Вот такая история. На сегодня все. Хорошего вам воскресенья, хорошей рабочей недели. Не болейте, смотрите наши новости, пишите комментарии и всем пока. Пока.